Двигатель работает, а там твои детали, созданные, изготовленными твоими руками. Закладывается высокая точность изготовления. Есть отверстия, которые уплотняются резиновым уплотнением. Там обработка должна быть как зеркало, иначе оно может дотечь. Это мой второй дом родной, и молодежь, которая приходит сюда, я их именно к этому настраиваю. Мы находимся сейчас в цехе МСЦ-4, моторного завода Челябинского тракторного завода. Из истории, предыстория этого цеха заключается в том, что очень давно, в 50-х годах прошлого века, здесь была территория опытного завода. На этой площадке и развивались все вот эти события. Первый трактор построили, потом построили тракторный завод, а опытный завод, он остался как и был. Только вот сейчас его расформировали, грубо говоря, а цех этот вот передали моторному заводу. Вот в этом цехе, в который я пришел в 80-м году, в этот цех, после окончания техникума, я пришел сюда мастером. Три года я мастером отработал, и потом я перешел на расточную работу, на расточника. И почему я перешел, потому что мне эта профессия очень нравилась и интересная, она затягивает в себя очень сильно. Поэтому я перешел, и вот начиная с 83-го года, я вот на этом участке работаю расточником. Сейчас я его запущу, инструмент ему поменяю и запущу. Через мои руки прошли все опытные образцы тракторов, деталей, которые сейчас, на данный момент, выпускает завод. Это в основном детали корпусные, то есть скелет, либо это двигатель, либо это коробки передач, либо это моста, мост для трактора. Вот сейчас идет обработка деталей для трактора. Вот именно вот эта деталь будет, как бы будем говорить, через гвоздики управлять трактором, его движением, перемещением. Право, прямо, направо, налево, либо вот этот вот корпус, он управляет трактором. Родители у меня тоже здесь работали. Мать моя, она на этот опытный завод пришла в 1951 году, 16-летней девочкой. И вот год за годом она всю жизнь здесь проработала. Отец после армии, после другого завода в 1957 году пришел сюда, и до пенсии они все тут отработали. Ну, естественно, они дома разговаривали о работе, люди их знали, тут же каждый друг друга знал. И мне, я слушал, и меня это интересовало. А когда я вырос, я, не задумываясь, пришел сюда. Здесь вот отработал, и, как сейчас помню, родители говорили, сын, ты пойдешь работать туда, где нас знают, не осрами нас. Вот что он мне сказал. И эти слова я запомнил на всю жизнь. Сейчас я вот поставлю продольный суппорт, поставлю резец, и будем обрабатывать поверхность вот эту. Вот с 1987 года я на этом Ивановском станке работал. Буквально, может, сейчас, и сейчас приходится на нем работать, то во вторую измену своего бывшего ученика в напарники, и мы погнали с ним план выгонять аварийно. Надо, потому что детали надо собирать. А вот этот я освоил, конечно. Этот, ну, этот родной, родной. Это кормилец, который меня спас от бедноты, от голодбы, от всего в плохие времена. И этот вот более современный. И я когда встаю на тот работать, меня тянет к этому. А бывает, что я работаю на этом, а тянет туда. Это вот, видите, одно сверло. Вот там другое, вот третье, вот четырехперка. Ну, то есть разный инструмент. Деталь очень ответственная. Это блок, допустим, двигателя. У него там все диаметры, куда прессуются подшипники. Там очень жесткие параметры. Там поле допуска. Что такое поле допуска? Это отверстие, которое имеет размер минимальный и максимальный. Так вот этот размер, минимальный и максимальный, он составляет сотые части, доли миллиметра, сотые. А то и бывают и тысячные, то есть микронные. Здесь надо стоять и мерить, проверять, добавлять. А иначе, иначе не... Иначе может не получиться. Двигатели, которые мы сегодня производим, это вся линейка, значит, типа В-2. То есть В-2 это первый двигатель, значит, который устанавливался на танке Т-34. Двигатель имеет мощность полторы тысячи лошадиных сил. Аналогов в мире такому двигателю при таких габаритах просто не существует. Двигатель работает, а там твои детали, созданные, изготовленные твоими руками, то тут уже просто, ну, слов нет. За него можно поручиться, положиться на него 100%. Если ему сказал, Сергей Михайлович, нужно сделать, значит, он останется, задержится, выйдет в выходной, он сделает. Он свою работу выполняет беспрекословно. То есть он также молодых специалистов готовит. Те ребята, которые вот в этом цехе работает, много ребят, которые растут, ну, просто, я вам скажу, на глазах. На глазах растут и становятся личностями, которые, на которых можно опереться, положиться, кто знает, что он это может выполнить спокойно, без всякой суеты, и не надо за него переживать. Он делает корпус двигателя, а мы делаем поршневую группу, коллекторную группу. Всегда помогает советам по мегобработке, по режимам работы. Никогда не отказывает. Он разбирается полностью во всей муниципалитуре, знает полностью весь двигатель. Я с ним работаю 16 лет. Я пришел, он замещал мастера, меня принимал на работу. Очень хороший специалист. Таких мало осталось на заводе. Грамоты от губернатора, бывшего губернатора, товарища Сумина, областная. Потом была грамота за трудовой вклад в развитие промышленности. Это от Министерства торговли и машиностроения. Эта грамота мне позволила получить звание литеран труда республиканского значения. Ну и вот последняя уже самая достойная, будем считать, грамота – это орден, медаль за заслуги перед Отечеством второй степени. Дед, он получил медаль за то, что он очень много работает, очень много трудится. На коленках у сына сидит красавец, молодой человек Семен. Семен, вот это вот моя супруга Галина Николаевна, с которой я прожил всю свою сознательную жизнь. Рядом сидит Полина. Полина – это моя внучка. Внучка – это дочка, дочка дочки моей. Вот рядом с Полиной сидит моя Леночка, доча, доча самая. Я ее всегда, всю свою сознательную жизнь называл доча. Рядом мой сын Алексей, можно смело сказать, Сергеевич Елсупьев. Это моя радость, мое спокойствие, моего тыла. Я горжусь своим отцом. До сих пор беру с него пример, как бы это там вископарно не звучало, но так и есть. Папа всегда у нас трудяга, можно сказать. На месте он не сидит, ну не может он сидеть. На месте, видимо, в воспитании или, ну это в характере, наверное, в крови, что… То есть, имея там свой дом, пусть это садовый дом, но всегда вокруг огород и всегда нужно что-то делать. Прихожу с работы, я захожу, особенно летом, у меня просто душа радуется, как тут все красиво. Главная хозяйка, агроном мой, она это все только благодаря ее золотым рукам все это есть. Когда мы поступили в техникум машиностроительства, там мы учились, как обычно студенты уезжают на картошку. Во время работы мы встретились, внимательный был, настойчивый. Ну, я ему понравилась, так скажу. Вот, и он мне, конечно, понравился, что он вот такой вот своей внимательностью, добротой. И вот он от меня не отходил, так скажу. Хотел их, так мы поженились. Это счастье прожить 43 года и не надышаться ею просто. Потому что она у меня очень работящая женщина, она умеет, когда она была молоденькая, ну что она, ничего. Да, а почему обо мне? Я хочу о тебе говорить. Она, потому что ты мое, мое счастье. Вот и все. Всегда, всю жизнь, папа с мной всегда помогает во всем. Я тебя никогда не брошу. Его работы не отпускают, он этим живет. Он, это его любимое дело, это не работа. Поэтому он там проводит очень много времени. Папа очень много уже вложил в свое любимое дело, и ему тоже нужен отдых. Но он рвется в бой. Я вот честно скажу, я иду сюда с удовольствием. Меня ноги сюда несут. Я встаю и начинаем, сейчас вот особенно, начинаем работать с полвосьмого. Я в шесть часов уже подъезжаю к проходной и захожу в цех. Это мой второй дом родной. И молодежь, которая приходит сюда, я их именно к этому настраиваю. Что, ребята, нужно, чтобы этот цех, я хочу, чтобы он у вас был вторым домом. Чтобы вам было приятно сюда идти, чтобы ноги вас несли сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»